Рязанские оперативники задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр на Дягилевском посту ДПС. Двое злоумышленников по полицейской информации расплачивались поддельными пятитысячными купюрами как в крупных гипермаркетах, так и в мелких розничных сетях. По имеющимся сведениям, один из задержанных фальшивомонетчиков оказался уроженцем Дагестана, а другой – житель суверенной среднеазиатской державы. Как товарищ с тобой зовут который? Герман. А он что здесь делал? Не знаю. Ну кому он конкретно? Он же тебя попросил? Да. А в каких магазинах были? Ну в этом торговом центре были. В каком конкретно? Я даже не знаю, что за магазин это, большой торговый центр. Походу, вот в Рязань уезжаешь, куда дальше? С правой стороны. Всего же у этого дружного интернационального тандема полицейские изъяли ненастоящих купюр на сумму почти в полмиллиона рублей. Причем качество подделок, по мнению правоохранителей, было весьма высокое. Сами задержанные приехали в Рязань на машине с подмосковными номерами. Они утверждали, что кто-то их попросил разменять в нашем городе деньги. А в Рязани как оказался? В Рязани? Да. Отправили поменять денег? Деньги поменять отправили? Да. Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Рязанской области в ходе проведения комплекса оперативностных мероприятий была пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла сбыт поддельных денежных купюр на территории Рязанской области. При слововой поддержке сотрудников СОБР указанные лица были задержаны. При этом они добровольно выдали поддельную денежную купюру, находившуюся у них, в общей сумме 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за совершенное противоправное деяние указанным лицам гражданить лишение свободы сроком до 12 лет. А данные купюры каким номиналом были? Данные купюры были номиналом 5000 рублей. Данные лица сейчас в данный момент не находятся? Указанные лица в настоящее время задержаны в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса. Впрочем, по всей видимости, задержанные это всего лишь исполнители. По мнению ряда российских экспертов, изготовление и сбыт фальшивых банкнот уже давно взяли в свои руки организованные преступные сообщества, часто этнические. Вот, например, видеоштурма дома члена одной из таких ОПГ, снятые в прошлом году. Полицейские в ходе обыска здесь обнаружили клише, бумаги с водяными знаками, а также уже готовые к распространению по регионам России купюры. По оперативной информации, подавляющее большинство таких вот цехов работает в том числе и для финансирования банд-подполья на Северном Кавказе.